Всем привет! Надоела обычная пюрешка? Тогда советую приготовить три следующих блюда. Особенно актуально, если пюре осталось со вчера. Ну а если не осталось, то все равно можно приготовить. Очищаем картофель от кожуры. Заливаем водой и варим до готовности. Когда картофель сварился, сливаем с него воду и разминаем его. Первое, что мы сегодня приготовим, это картофельные палочки. Для этого в чашу блендера насыпаем муку и сливочное масло, предварительно нарезав его на небольшие кусочки. Взбиваем массу несколько секунд. Добавляем картофельное пюре и все это слегка перемешиваем. Напоминаю, граммовки можно найти в описании под видео. Далее добавляем соль и черный перец по вкусу. Замешиваем картофельное тесто. Отправляем его в холодильник на 1 час, чтобы масса немного затвердела и с ней было проще работать. Тесто раскатываем до толщины не более 1 см. Нарезаем на полоски шириной 2-2,5 см и длиной не более 10 см. Выкладываем заготовки на протеи и посыпаем их сверху кунжутом или любыми специями на ваш вкус. Пока я это делаю, у вас есть время подписаться на канал, чтобы не пропускать еще больше аппетитных видео. Отправляем в духовку на 20-30 минут при температуре 180 градусов. Подавать такую закуску можно с любым соусом. Картофельные палочки вкусные как горячие, так и холодные. Хорошо подойдут как перекус во время просмотра любимого сериала. Второй способ используя вчерашнее пюре, это приготовить картофельные лепешки с зеленью. В емкость насыпаем муку, картофельное пюре, наливаем подсолнечное масло, солим и перчим по вкусу. Мелко нарезаем зеленый лук. Добавляем к массе и замешиваем тесто. Тесто раскатываем в небольшую колбаску и затем делим его на 4 части. Из каждой части формируем шарик. Каждый шарик раскатываем до толщины не более полсантиметра. Ставь лайк, если любишь такие простые рецепты из картошки. На сковороду, смазанную растительным маслом, выкладываем лепешку и обжарим ее с каждой стороны по несколько минут до появления золотистых пятен. Такие лепешки хорошо заходят со сметаной. Они нереально вкусные пока горячие, хотя холодные тоже заходят. Теперь очередь картофельных шариков с сыром моцарелла. Перекладываем в миску картофельное пюре, добавляем муку, соль, перец по вкусу и разбиваем туда же одно яйцо. Все хорошо перемешиваем до однородности. В отдельную емкость высыпаем панировочные сухари. Для дальнейшего удобства из картофельной массы формируем шарики. Теперь в каждый шарик вставляем кусочек сыра и хорошо заделаем его углы. Разогреваем в сотейнике растительное масло и обжариваем в нем картофельные шарики до золотистой корочки. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу таких простых рецептов. Картофельные шарики вкусные пока горячие и сыр в них тянется, а когда холодные их можно снова разогреть. Так что не переживайте, если вы вчера сварили много пюре, из него вы можете приготовить нереально крутые блюда. Всем приятного аппетита!